Если вы уже находитесь в отношениях и хотите, чтобы они стали лучше, то для этого необходим позитивный вклад. Есть некоторые статистические исследования, дословно я их не помню, но звучат они примерно так. На каждую негативную мысль, которая у вас есть о человеке, вам нужно иметь 10 позитивных мыслей, чтобы эти отношения не ухудшались. Если у нас были отношения, которые складывались плохо, у нас, скорее всего, возникали отрицательные мысли. Мысли, которые не были позитивными относительно наших отношений. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, нужно сделать простую вещь. Сесть, взять бумагу и ручку или компьютер и подумать о том человеке, отношения с которым вы бы хотели улучшить. Может быть, это ваш партнер или ребенок или кто-то еще. Сядьте и напишите все, что вы цените и за что благодарны этому человеку. Напишите 10 или 20 пунктов и продолжайте писать, пока вы не почувствуете перемены внутри себя. И когда происходит эта перемена внутри вас самих, эта перемена происходит и внутри ваших отношений. Если ваши отношения прямо сейчас испытывают трудности, нужно подпитывать их позитивной энергией и искать пути к улучшению. Если вы видите на улице влюбленную пару, вам нужно внутри себя отпраздновать это событие. Вам нужно радоваться чужому успеху, тогда этот успех придет и к вам. Вам нужно радоваться за тех людей, чьи отношения прекрасны. Если мы ищем идеального партнера, человека, который бы мог войти в нашу жизнь, нам нужно четко представлять себе, что это за человек. Я всем рекомендую составить список и записать все, что вы хотите видеть в этом человеке. И этот список должен состоять из 100 или 200 пунктов. Напишите, будет ли этот человек религиозным, будет ли он близок со своей семьей, трудоголик ли этот человек, любит ли он классическую музыку или ему нравится ходить на футбол. И это отличный способ помочь вам привлечь партнера в свою жизнь. Также я хочу сказать вам о том количестве любви, которое мы получаем. Если мы хотим резко увеличить энергию любви, то нам нужно любить все и каждого так сильно, как только возможно. Любовь является самой могущественной силой из всех возможных, и я написала об этом книгу под названием «Сила». Это так, потому что субстанция Вселенной — это любовь. Сама Вселенная — это любовь. Полюбите все вокруг. Вы можете проснуться и испытать всю силу любви. Подумать о том, как вы любите вот так выспаться ночью. Сказать себе «Я люблю принимать душ. Мне нравится, когда вода вот такая горячая. Я люблю, когда светит солнце, и я люблю зиму, и надеваю шарф и перчатки. Мне нравится встречаться со своим другом за чашечкой кофе, и я действительно люблю свою работу». Вы можете подумать обо всех вещах, которые вы любите, но также вы можете подумать и о людях. В религиозных писаниях говорится «Любите своих врагов, и на меня ничего не может произвести большего впечатления, чем любовь к своим врагам». Если вы полюбите своих врагов, то вы удивитесь тому, что произойдет с вашей жизнью. У нас нет места для вражды. Мы не хотим впустую тратить время и портить себе жизнь нашей собственной обидой на кого бы то ни было. Это не причиняет вреда другому человеку, но это причиняет боль нам. Это вредит нашему здоровью и процветанию. Это наносит вред другим отношениям. Это того не стоит. Любите все, что вы можете, так сильно, как вы можете. Продолжение следует...